Доброго дня! Я прошу прощения за моего товарища Егора Соболева. Он не смог сегодня быть присутствующим, но обязательно придет в следующий раз. Сейчас он занимается организацией международных отношений, нашего РУХУ. И у него просто на это время уже сразу несколько встреч, немножко небольшая накладка. Мне вкратце объяснили, в чем интерес узнать про стране, узнать по мотивации людей, почему мы верим в протестные рухи, почему мы считаем, что это добро, а не зло для страны, чем, на мой взгляд, гражданское общество Украины отличается от гражданского общества России, Германии. Ну, что касается про Казахстан, я не могу сказать, что я очень много знаю. Я два года учился в 2000-х годах с несколькими студентами, студентками из Казахстана, там познакомился в Москве. Ну, я думаю, что расскажу по максимуму. Постараюсь, чтобы каждое мое сообщение было не больше минуты. Ну, вот это уже заканчивается. Еще раз доброго дня. Продолжу. Ну, смотрите, я буду говорить не так, как я бы говорил в 2014 году, потому что все-таки за это время я получил уже опыт государственного управления, немножко посмотрел на ситуацию немножко с другой стороны. Это не изменило в моих взглядах, но, в общем-то, дало возможность мне более классифицировать все те явления, с кем я сталкивался. Смотрите, почему мы, украинцы, считаем, что Германия, США, Франция живет все-таки лучше нас, то есть люди могут больше реализоваться в этих странах, они больше защищены, они могут больше отставить свои права, потому что в этих странах существует гражданское общество. Что касается гражданского общества, то оно состоит из партий, общественных организаций, профсоюзов, свободных медиа, состоит просто из людей, которые считают себя гражданами, а гражданин это человек, которому не все равно, как управляется страна, не все равно, нарушают его права или нет и прочее, прочее, прочее. Вот в Германии, в США это общество есть, и это гражданское общество держит равновесие с государством. То есть государство, когда вторгается в права гражданского общества, оно получает сдачи. И гражданское общество, когда начинает шалить, тоже бывают репрессии, но держится более-менее паритет. В Украине и в России ситуация другая, конец связи временной. Так вот, в России, а мы сравниваем все время с Россией, ситуация, которая развивается, после развала Советского Союза, гражданское общество, его институты, профсоюзы, партии, независимые медиа, они очень сильно подавлены государством. То есть они захвачены ими, подавлены и, в общем-то, имитируются. То есть идет управляемая демократия. Что касается людей, то у большинства россиян отсутствует гражданская солидарность, как таковая. Они видят, что попытка после развала Советского Союза жить по-либеральному, жить по-новому провалилась. И очень многие из них тоскуют по царизму, по хозяину, по господину, по твердой руке. В Украине тоже пытались за все это время, наши правящие классы, все это насаждать. Но у них это не особо получается, потому что украинское общество, оно больше анархичное по своей сути. Более хуторское. Ну, хутор это такой отдельный участок, который находится не вдалеке от деревни, но где хозяин выделил себе участок земли и живет, общается с соседями, но как бы единичный хозяин. И у нас есть казацкие традиции, то есть боевые традиции, есть традиции хуторские. И здесь не получается так сильно подавить гражданское общество, как это сделано в России. В этом между нами разница. Поэтому у нас было Мадельбургское право, в России не было. У нас был опыт жизни с Европой, в России не было. Поэтому все 20 лет, пока после развала СССР, Украина, Россия пытаются сделать свои колонии, культурной колонии, колонии, ну прежде всего экономической, колонии политической, у нее это не особо удается. Потому что российские методы работы с людьми, подавления гражданского общества, зомбирования людей здесь не особо проходят. И так было до 2013 года, до того, как начался Майдан. Чтобы говорить о том, что такое Украина, надо вспомнить, что мы получили независимость, в принципе, как и Казахстан, без борьбы. То есть просто развалился Советский Союз, мы не оплачивали его кровью, поэтому очень, ну скажем так, многие легковесно к этому отнеслись. Первые попытки уже заявить о том, что украинская нация должна иметь свою идентичность, должно быть государством не где разворовывается народная собственность, где каждый человек имеет право на счастье, на реализацию, на отставление своих прав. Борьба за реальную демократию началась в 2004 году, когда началась известная в узких кругах, или не в узких, понаранчевая революция. Но когда к власти пришел президент Ющенко, вроде бы выразитель национальной части Украины, выяснилось за последние 4 года, что он революцию по сути предал. Нынешний президент Порошенко был у него руководителем, ну не администрации, а Совета национальной безопасности. И в принципе этот режим получил название «Любы Друзи». После пророссийского режима Кучма мы получили режим воров, который обещали, что бандиты получат тюрьмы, что экономика будет расти, что бизнес будет свободный, что люди будут иметь свои права и иметь возможность здесь честно зарабатывать на жизнь. А закончилось еще все большим разворовыванием нашей страны. И после попытки Ющенко в 2008 году к власти пришел Янукович. Это пророссийский режим. То есть 4 года они терпели и потом пришли к власти. Два года народ на все это смотрел. И когда понял, что страна все больше и больше нищает, что наши попытки евроинтеграции, построить более справедливое общество с доступом к правосудию честному, к доступам к правоохранительным структурах, рушится, что мы этого не получим, то начался Евромайдан, по сути. Друзья, я первый раз участвую в подумачате. Прошу мне ответить, правильно ли я все делаю, отправляете сообщения и слышно ли меня. Дякую. Я решил прерывать немножко повествование и ответить на несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Правда ли жители Киева говорят, что после смены власти у вас все стало хуже, чем прежде? Коммунальные услуги подорожали, Порошенко не продает Рашен. Количество людей, которые не надеются на государство, на хозяина, не чувствуют себя рабами, а сами строят свою судьбу, и это количество увеличилось. То есть сторонники все-таки частной собственности, а не патроналистической экономики. Но очень многие люди, конечно, стали жить хуже, потому что, как выяснилось, плодами Евромайдана воспользовались негодяи, которые на этой волне просто стали еще больше разорвывать страну, прикрываясь антироссийскими лозунгами. То есть революция была нужна, она правильная, но, к сожалению, в тот момент у народа не было той структуры партийной, организационной, как вот, например, у Леха Валенции во время Солидарности в Польше, на которую можно было бы положиться. И к власти пришли просто старые политики из другого лагеря. Но я считаю, что в общем и целом нельзя это валить на тех людей, которые делали революцию. Мы были еще незрелые, не знали, как воспользоваться этими плодами. Да, экономически стало жить хуже, я полностью согласен. Но это не значит, что нужно все сворачивать и порачивать назад в рабское состояние. Надеть ошейник раба это не выход. По поводу провокаторов. Да, были провокаторы, люди, которых нанимал правящий режим при Януковиче, которых милиция закрывала глаза на и существование. Они убивали, они похищали людей, они, скажем так, делали все для того, чтобы запугать людей. У нас пошла самоорганизация, киевляне стали создавать отряды самообороны, и этих тетушек очень быстро призвали к ответу. Но, к сожалению, при новой власти, которая появилась, которая не стала менять режим, а просто поменялась задницы своей на золотом унитазе, так мы называем трон Януковича, бывшего президента, они, к сожалению, тетушек стали возрождать под видом разных отрядов, они получили разные названия, но одно из наших направлений, наших действий, это, что мы боремся с этими тетушками. Тетушки, это название вот этих ваших казаков с нагайками по фамилии одного из ярких этих представителей, тетушку. Его так звали, сейчас их называют тетушками. Что касается россиян, то во время захвата территории Донбасса они тоже использовали тетушек, людей, которых они завозили, в том числе казачков с России, которые имитировали местных граждан антиукраински настроенных. Мы с этим явлением очень хорошо знакомы. Что такое иллюстрация? Иллюстрация это требование народа очищения власти. То есть каждый человек, который есть у власти и не может пояснить, откуда у него взялось имущество, не может отчитаться, где он его заработал, должен уйти. Каждый человек, который совершал преступление при режиме Януковича, должен уйти. Иллюстрация это требование очищения власти. Насколько вероятно возвращение в власть пророссийских деятелей демократических путем? Нынешние сторонники Порошенко, нынешнего президента, сами и есть пророссийскими. Они просто используют украинскую риторику. Они имеют общий бизнес с пророссийскими настроенными, политиками, официально пророссийскими настроенными политиками. Они имеют с ними договоренности в парламенте, совместном голосовании. Они их не преследуют, не трогают. И я не считаю, что реванш, возвращение власть пророссийских политиков, он где-то в будущем. Он уже состоялся. Мы уже имеем место с ним, скажем так, имеем дело с ним. Саакашвили уехал в Украине, потому что его похитили, запихнули в самолет и выкинули в Польшу. Вот и причина. Да, все получилось. Как мы планируем ошибки наши исправить? Мы сейчас создаем рух за вызвание Украины, вид олигархи-фтазрадники, ну то есть предатели. И мы планируем объединить активную часть общества и прийти к власти. Сейчас это делают те люди, которые в небольшом количестве попали, но реальные честные люди, после Евромайдана во власть. Имеется в виду в парламент. Прийти к власти мы планируем либо путем выборов, либо путем революции. Нас вдохновил очень армянский вариант, мы за ним внимательно наблюдаем. Но в любом случае мы планируем эти ошибки Майдана исправить. Вопрос, привело ли борьба против путинской пропаганды и рабского мышления к возврату к национализму. Я не являюсь националистом украинским. Я, если, ну, кто знает, вообще сам говорю на русском языке, хотя как депутат использую украинский, я являюсь патриотом своей страны и не считаю, что только национализм является основой существования государства и альтернативы рабскому мышлению. Я верю в демократию, я верю в построение гражданского общества. А чтобы гражданское общество мы могли построить, мы должны уметь отбиться от всех поползновений государства при наступлении на наши права. Государство свое место, правом человека свое. Это разные вещи. Насколько развито гражданское общество в Украине? Более развито, чем в России, но я хочу сказать, что оно на 80% конечно под контролем непосредственно правительства сейчас уже. Не совсем понимаю вопрос по поводу того, как и нужно ли нам возродить роды. Ну, род это хорошее дело, племя еще лучшее, но я не думаю что нам нужно идти назад, хотя я уважаю, в общем-то, традиции. Вопрос действительно ли Россия вмешивается в жизнь в Украине, зачем это нужно и для чего? И что вам нужно ожидать? Смотрите, во-первых, Россия очень сильно вложилась в экономику Украины. Она скупила энергетические сектора, даже во время войны она увеличивает свои вложения, пользуясь предателями в нашем правительстве, пользуясь тем, что она их подкупает. Второе, Россия понимает, что без Украины она не является империей. На Украине очень образованные люди, очень много заводов и исторически Россия остановилась империей, только если завладевала Украиной. В-третьих, режиму Путина не нужен успешный пример развития Украины, потому что если народ России будет видеть, что рядом кто-то путем революции, путем прихода к народовластию, путем построения гражданского общества, ухода от диктатуры, построил успешное государство, то это обрушит режим Путина. Поэтому такие примеры под своей границей, он допускать не будет. Только создав сильную державу, только расправившись со своими предателями, только отстаивая наши национальные интересы, мы можем принудить Путину к миру, потому что слишком высокая будет цена его вторжения здесь. Кто самый яркий лидер оппозиции в Украине? Объясните, пожалуйста, что вы имеете под словом яркий, что вы понимаете под этим словом. По поводу позиции по Крыму. Я сам родился в Севастополе, это один из городов оккупированного Крыма. Я там учился, жил до 2000 года. После этого я приехал на Донбасс, это вторая часть оккупированной территории Украины, где я женился, где моя жена родила мне трех замечательных сыновей. Я видел, как все это начиналось. Я считаю, что и Крым, и часть Донбасса сдали по договоренности при полном пропустительстве властей Украины, к сожалению. И за это они еще ответят. Можно ли вернуть эти территории? Да. Построив здесь, в Украине, нормальное, сильное государство, где люди будут иметь возможность самореализовываться здесь, не уезжая на заработки за пределы нашей страны, где будет подолвана коррупция, где действительно будут защищены права человека. Построив сильную оборону, я абсолютно уверен, что точно так же, как Израиль может отбиваться от своих врагов, мы можем вернуть в нашу территорию. Я готов лично рисковать жизнью, как я это делал и до этого. Но нам нужно, чтобы за нашей спиной стояло государство. Я не знаю, планирует ли Саакашвили вернуться в Украину. Я не являюсь его прихильником. Я его поважаю как президента Грузии, но о его планах не осведомлен. По поводу гражданского общества в Украине и как народ начал выходить на митинги Майдан. Ну, я честно скажу, я не буду вам врать, очень сильно Майдану помогла позиция олигархов, которые конкурировали с Януковичем. То есть олигархи подключили все свои телеканалы, тот же Коломойский, для того, чтобы людей больше пришло на Майдан. Потому что их задача была скинуть Януковича, который слишком много взял себе власть и слишком ущемлял их интерес. То есть Майдан была компиляция на самом деле народной революции, которую потом из-за народной неорганизованности возглавили олигархи. Что касается советов вам, вам нужно строить структуру, которая объединяет людей, которая может распространять информацию вне телевизора, вне газет, которая по сути является сообществом свободных людей, где вы могли бы путем митингов, путем сообщений друг к другу, путем соцсетей говорить правду. Если вы будете иметь альтернативный способ оповещения людей, информирования людей, мобилизации людей, никакие олигархи с их телевизорами вас не победят, никакие диктаторы вас не победят. Потому что мотивация людей, которые борются за свободу и мотивация людей, которые борются за деньги, она очень сильно отличает. Украинский народ начал выходить на митинги, потому что, во-первых, часть людей, молодежь, поняла, что мы удаляемся от Европейского Союза, идем в Россию. У молодежи это было непопулярно. Люди старшего поколения, они были очень сильно обижены и недоумевали, почему мы не можем построить то общество, которое нам обещали, где каждый будет равен друг другу, где Украина будет социальным государством, где можно зарабатывать, не воруя у державы, а нормально здесь жить, воспитывать своих детей, быть счастливым, богатым, где депутат, депутат, судья, прокурор не являются всесильными представителями государственного аппарата, которые гораздо более могущественны и гораздо более имеют право, чем вы. А где они действительно получают высокую зарплату, пользуются уважением, но подчиняются закону. И люди, когда у них это все накопилось, когда они увидели, что избивает Беркут, ну это наша такая боевая полиция, которая защищает олигархов, когда избивает Беркут молодежь на Майдане, они вышли в том числе под влиянием эмоций, то есть защитить молодежь. А потом люди стали подтягиваться уже те, которые видят, что прошла неделя, прошла две недели, никого не разогнали, начали в это верить. Ну и постепенно все это начало обрастать количеством людей. По поводу, как начать борьбу с властью, по поводу того, что сразу загребает полицию, вам нужно сначала создать организационную структуру. Первое, что нужно сделать, это свою идеологию написать, чтобы люди понимали, за что вы выступаете, почему это людям будет полезно, почему у вас это получится и кто ваш враг. После этого нужно создавать свои ячейки для распространения информации, для мобилизации. После этого нужно начинать работать с созданием структуры, которая будет вытаскивать людей из полиции, из тюрьм, когда их туда засунут. А дальше начинать уже все это делать. То есть ничего страшного нет, когда у вас появится первая группа людей, которые уже раз посадили в тюрьму, они уже вышли, они закалились борьбой, дальше все пойдет очень просто. И нужно обязательно обучать своих людей, потому что тут отношение такое. Две трети обучения, две трети организация и только одна треть это действие. Вот вы пишете, что вашей молодежи все по барабану. Наши тоже, очень многим. Не обращайте на это внимание. Вам не нужно все 100% людей, вам нужно полтора-два процента активных людей, в том числе ищите подход к молодежи, к активной. Поверьте, полтора-два процента людей, сгуртованные на улице, это миллионы. Они гораздо сильнее 90% тех, кто ничего делать не хочет, свои права защищать не хочет. Вам нужны активные люди, не все. Как преодолеть страх? Мне тяжело вам это сказать. Дело в том, что я преодолел свой страх на войне, когда я видел, когда убивают людей, я его перебил еще большим страхом. Ну и потом как бы к этому привыкли. Вопрос про долг Украины перед Россией. Поясните, пожалуйста, о ком долге идет речь и в чем состоит вопрос. Состояние экономики после Майдана. Ну, вы должны понимать, что тут не только был Майдан, тут еще и была война с Россией. И поэтому часть связи с Россией стали обрубать. В принципе, я считаю, что во время войны мы обязаны делать все для того, чтобы мы не были зависимы от экономики страны-агрессора. Кроме того, часть экономики на Донбассе и Крыму стала для нас недоступным по причине оккупации. Ну и понятно, что это сказалось на уровне жизни. К сожалению, повышение курса доллара по отношению к гривне, к сожалению, во многих проблемах наших экономических виновата не война, не майдан, а аппетит наших можно властьев, то есть людей, которые пришли к власти, потому что повышение курса доллара, я уверен, было вызвано в основном спекуляциями и прочее, прочее. Это причина, по которому падает уровень жизни людей, потому что приходят к власти те, кому не нужна страна, а кому нужно набивать карман во время своей каденции. Украина не может сменить власть по разным причинам. Часть людей боится то, что в случае смены власти Путин начнет еще больше нападать и мы потеряем наши территории. Часть людей не верит. Она верит, что был Майдан, их убедили, что любая революция это зло. Это неправильно, но их убедили. Третье, те лидеры, которые есть, их немного, я один из них. К сожалению, когда мы пришли в парламент, мы не знали, как создавать организации, мы не знали, как это делать. Мы были неопытны. А против нас были воры и предатели, у которых опыт нахождения в госструктурах был 20 лет. 20 лет, представьте, 20 лет и ноль. Ну и последнее. Я думаю, что народ сейчас понимает, что все идет не туда. Мы совершенствуемся в создании организационных структур. Наши люди подвергаются репрессиями, но мы становимся сильнее сгуртования. В ближайшее время мы сменим власть, а дальше мы ее начнем очищать и прививать к людям уважения к закону. А дальше, я думаю, очень быстро экономические плюсы от прекращения воровства, коррупции, предательства и торговли нашими национальными интересами станут для людей очевидными. Они начнут поддерживать власть и гордиться тем, что власть их интересы отстаивает. Да, власть осталась мафиозной, просто к власти пришел другой клан. Почему Украине не удается довести дело до конца, потому что в Армении, если вы предлагаете это привести пример, в Армении Пашинян несколько лет готовился к этой ситуации. У него больше опыт, чем нас. Он провел свою фракцию в парламенте. Эту фракцию он жестко контролировал, и это стало его кадровым ресурсом. Он очень сильно подготовился к своим акциям. Его организационные способности очень велики, и у него было время. И, по сути, он мобилизовал активную часть населения, он подготовил альтернативу этой власти, и он провел хорошую очень операцию. Мы тоже все это сделаем, мы учем наши ошибки. Да, программа развития страны сейчас у нас есть, 14 июня. Ситуация в Армении мотивирует граждан Украины выйти еще раз, но олигархические СМИ делают все для того, чтобы объяснить, что на самом деле это не победа, что Пашинян ставленник Путина, что у них не получилось. Ну, делает все, чтобы люди не надеялись, не верили. Как на Украине относятся к русским, все это нормально. У меня в добровольческом батальоне было больше половины русских. Дело в том, что на самом деле у патриотов Украины нет разницы, русский он или украинец. Вот это насаждение вражды между говорящими на украинском языке или русском языке, этим занимались олигархи и русские сами, имеется ввиду сторонники Путина. Для того, чтобы народ разделился, он между собой драл друг другу за волосы и не обращал внимания, что олигархи воруют у них деньги из кармана. То есть это насаждалось искусственно. У меня, например, такой проблемы нет. Уважаемые коллеги, уважаемые жители Казахстана, я уже должен заканчивать свою трансляцию. У меня дети, мне немножко нужно уделить им время. Трое сыновей. Что я вам хочу посоветовать? начните с организации. Изучите труды людей, которые рассказывают, как правильно ее построить. Создайте организацию активных, свободных людей для распространения информации, для организации митингов. Изучите, проработайте и смело выходите на протест. Поверьте, силы ваших врагов окажутся гораздо слабее, чем вы думали. А люди, которых принимают от них команды, они не захотят рисковать ради денег. Рискуют ради идеи, ради государства, ради мечты, ради денег. Никогда не рискуют. Поэтому, знаете, когда в борьбе встретится активная часть вашего общества и та часть, которая обслуживает интересы власти, если вы будете организованными, вы победите. Я желаю вам удачи. Я желаю, чтобы ваше гражданское общество отстояло свои права и свободы и чтобы ваша власть знала свое место. А это место, когда оно доходит до посягательств на права людей, на право свободно выбирать, свободно иметь свое мнение, свободно жить в своей стране, этой власти периодически нужно давать по ушам. И так везде, во всем мире. Если власть не получает отпора при посягательстве на права граждан, она наглеет постепенно и в итоге доходит до сталинских лагерей. Я вам желаю продвинуться дальше, чем украинцы. Всем спасибо, до свидания. Ну, еще несколько вопросов. Хорошо. Я воевал против тех людей, кто пришли из-за границы, из России, на территорию, где я жил, где я родился, где жили мои дети, стали убивать, срывать флаги, стали врать о том, что это народное восстание, но на самом деле стали творить преступления. Я против них воевал. В Украине все оппозиционные партии зарегистрированы без проблем, но стараются, конечно, это все проблемы создать, но мы их преодолели. Пытки в украинских колониях не прекратились. Бандера национальный герой украинского народа. Я считаю, что он один из примеров тех людей, которые в сложных условиях старались бороться за независимость своей страны. Я понимаю, что вам телевизор показывает совсем другое, и здесь я не могу свалить вину только на владельцев ваших телевизоров. К сожалению, наши власти делают все для того, чтобы нам нечем было гордиться, потому что из того, что нужно было им сделать за это время, защитить Украину, покарать преступников, наладить нормальную экономику, наладить сопротивление. Они сделали очень мало для страны, но очень много для своего кармана. Но мы их обязательно победим. Наш президент, министр внутренних дел, руководитель парламента, масса других людей будут сидеть в тюрьме, у них будет конфисковано все имущество, у нас будут пользоваться уважением государственные чиновники, но только если они соблюдают закон. Будут получать большую зарплату, но будет очень быстро садиться в тюрьму, если они начнут посягать на права народа и закон нарушать. Мы этого добьемся и желаем того же, что и вам. Слава Украине, слава Казахстану, до свидания. Я хотел поблагодарить Семена за выступление и хочу продолжить нынешний эфир. Уважаемые друзья, сегодня перед нами выступил народный депутат Украины, завтра выступит еще. Цель наших эфиров познакомить вас в ситуации с Украиной в Украине. Многие живут мнением зомбоящика, пугаются, говорят, мы не хотим, как в Украине, и это все сводит к войне и так далее. Хотя очевидно, что это войну организовал Путин, захватил Крым, оккупировал восточную часть Украины. Это очень плохо, что наши люди никак не могут разобраться. Сидя в интернете, сидя в инстаграме, просто почитать разные независимые источники, это очень несложно. Они просто слушают зомбоящик Путина или наши казахские СМИ, и все, уже просто жертвы. И эти люди становятся обманутыми. Я могу сказать, что с этими людьми вообще ничего невозможно делать. Значит, они поверят завтра в средства массовой информации, где Назарбаев нас поливает, называют нас экстремистами и все прочее. Поэтому я хочу вам показать альтернативные видения, мнения разных людей, не только Украины, но разных государств. При этом я сразу скажу, что их мнение не является абсолютно мной лично разделяемым или еще кем-то. Это просто другое мнение. Это для того, чтобы вы видели страну в разных цветах. На этой неделе у нас будет выступать еще один депутат завтра. И тоже можно ему задать разные вопросы. Будут еще докладчики, будут люди, которые работают в правозащитной сфере. Мы пригласим людей из Армении. Но еще раз, эти докладчики не являются последней инстанцией формирования мнения. Это просто взгляд одной группы людей, одной конкурирующей, скажем, партии или политиков. Мы будем приглашать разных людей, чтобы вы понимали, в демократическом обществе существует палитра мнения. Не так, что белые, черные, белые, черные. Вы же прекрасно знаете, у нас в Казахстане, вот демократические выборы Казахстана считаются экстремистской организацией. Но вы же не случайно в этом чате находите, знаете, что власть лжет. Вы это должны понимать, когда власть говорит негативно по Украине, вы не должны сразу это глотать, как многие из вас это делают. Сразу, ой, зачем нам Украина, там еще что-то, там будет война. Просто даже надо пытаться разобраться, что же там произошло. Лично я в Украине работал очень плотно с 2006 года. Видел команду Ющенко, Тимошенко, когда Ющенко был президентом, Тимошенко была премьер-министром. И тоже на волне интереса к Украине решил заниматься там бизнесом, развернул серьезную кампанию. Но, к сожалению, при Януковиче был отшлен заговор. Назарбаев попросил Януковича, и практически мой весь бизнес разгромили. Дальше я сидел по запросу экстрадиции была из Украины, которые договорились с Януковичем, чтобы этот запрос сделали. Это был фальшивый запрос. Украина вообще не имела никакого отношения к нашим спорам в Казахстане. Это искусственное было сфабрикованное дело. Затем нынешний президент Порошенко поддержал этот запрос. Была надежда, что он разберется, но ему было плевать. И, понятно, мои отношения лично к Порошенко очень негативные. Но это не значит, что я негативно оцениваю ситуацию в Украине. Более того, я скажу, что Украина совершила гигантский рывок, прогресс, многое что изменилось. Но она не стала такой, на что возлагали надежды украинцы. Она стала действительно властью народной. И вот мы должны, послушав наших гостей, услышав разные мнения, сделать выводы, чтобы мы не повторяли эти ошибки. Я сознательно приглашаю разные группы, которые, скажем, критически смотрят на нынешнюю власть, аргументированно будет выступать в нашем эфире. Сейчас я хотел бы коротко прокомментировать вчерашнее выступление, когда я озвучил, что мы создаем закрытую группу для подготовки новой политической элитки Казахстана. Еще раз хочу объяснить правила, как будет формироваться этот закрытый чат. Я хотел поблагодарить наших активистов, которые среагировали. И вчера довольно много людей вышли на аккаунт штаб и стали озвучивать, что именно они хотят, чтобы их интегрировали в закрытый чат. И сейчас идет работа по переписке с каждым аккаунтом, который они представили. Я вчера озвучивал, что мы в этот закрытый чат включаем тех людей, которые собрали в своей ячейке не менее пяти человек. Можно больше, но меньше нет. Поэтому я еще раз хочу обратиться к вам, что в этот аккаунт штаб нужно писать тем лидерам ячеек, у которых в составе ячейки пять человек. Не два, не три, не четыре. Пожалуйста, учтите этот момент, потому что с вами штаб вступает в переписку. И я вижу, что довольно большое количество, скажем, лидеров своих ячеек, они не поняли, что в ячейке должно быть пять человек. Именно пять человек. Доводите свои ячейки до пяти человек, и тогда вы пройдете регистрацию в закрытом чате. Притом, каждый аккаунт тех, кого вы представляете, должен подтвердить, что именно вы являетесь руководителем этой ячейки. Вот пишет, что лидеры ячейки, чтобы встречались под поле для проведения собраний или составления каких-то планов. Вот Хазах Руха пишет. Я вижу, человек так и не разобрался, что такое ячейка. Каждая ячейка в составе пяти человек общается только со штабом. Между собой ячейки не общается, не встречается ни в подполье, ни открыто, ни чаепитие, нигде. Потому что эти ячейки могут быть фальшивыми, сделанные КНБшниками. Я-то много раз объяснял. Только со штабом. Больше ни с кем. Никаких подпольев. Мы и так подполье общаемся только со штабом. Вот у меня спрашивает по автомобилям, которые, конечно, к работе нашего чата никакого отношения не имеют, но я уже много раз озвучивал. Что когда демократический выбор Казахстана придет к власти, мы снимем все пошлины, они будут нулевые. Будет только при ввозе налог на добавленную стоимость. Никаких пошлин не будет, потому что Казахстан не занимается производством автомашин и нам некого защищать. Если мы даже и будем защищать свою автопромышленность, то не более 10% будет пошлин, потому что иначе высокие пошлины приводят к тому, что строятся плохие автомашины. Вот как Россия сейчас эти лады делает, они плохие, некачественные и все прочее, они выстроили разный механизм защиты и эти лады не конкурентны относительно любых корейских, японских, американских, европейских машин. Нам зачем отсталая экономика, отсталая промышленность. Поэтому я уже это писал, есть посты на моем фейсбуке и так далее. Мы это озвучивали. Меня здесь спрашивают, как можно определить, что у него 5 человек ячейки. Лидер ячейки выходит на штаб и говорит, что у меня в ячейке суммарно 5 человек и дает аккаунты своих четверых тех, кто состоит в его ячейке. Мы пишем в эти аккаунты, штаб ведет переписку и каждый аккаунт должен подтвердить, что именно вы лидер этой ячейки. Вместе с вами получается 5. Вот такая механика. Тут кто-то говорит, что можно купить 4 симки и тогда будет 5 ячеек. Ребята, это очень просто определиться, потому что мы с этой ячейкой дальше будем работать. Эта ячейка будет выполнять те или иные поручения, осуществлять те или иные действия. И один человек не может сделать то, что могут сделать 5 человек. Понимаете? Мы скажем, например, договоримся, что одна ячейка там какие-то действия сделает. Развесить плакаты, листовки, еще что-нибудь. Поэтому это очень быстро выяснится обман. И потом, что за лидеры ячейки, которые свою работу начинают с обмана. Обман всегда проявится. Не сейчас, через месяц, не через месяц, через 3 месяца. Все равно проявится. Наша цель, наша задача собрать именно тех людей, которые не будут коррумпированными, будут честными и преданными политике страны. Именно будут работать на страну. Передовые люди. И те люди, которые хотят скидрить, обмануть, они все равно попадутся, мы их просто выбросим. Здесь попросили сделать короткое видео, как штаб работает, и ячейка будет работать. Мы это видео сделаем. Но это не совсем быстро, но мы сделаем. Сейчас те правила, которые я озвучиваю, они звучат в виде голосовых сообщений. Надеюсь, понятны. Потом я написал пост. Мы еще письменно все сделаем. Так что, ребята, давайте включайтесь в работу. У нас уже больше 100 обращений было. Это получается где-то около 500 человек ячейка. Это неплохо для одного дня. Поэтому передавать информацию больше и больше, давайте мы будем расширять количество наших ячеек. Здесь вот мне говорят, что нужна программа с решением жилья. Практически вся молодежь без жилья. Ребята, вот Мирас, я вижу, вы не читаете и программы нашей. Вы не сможете привлечь в ДВК 5 человек. Потому что еще в июне прошлого года опубликованы жилищные программы ДВК сроком кредит 20 лет, поставки 5 годовых. И эту программу мы весь прошлый год тиражировали, тиражировали. В этом году я сделал несколько выступлений, рассказывая по поводу жилищной программы ДВК. Вот ваш комментарий говорит, что вы не читали программы. Я уверен, что и другие программы, значит, вы не знаете. Ребята, если вы хотите убедить других людей, говорите, они не убеждаются. Я не верю, это невозможно. Потому что у нас настолько сильные программы, что просто объясняя эти программы, вообще можно, вообще самых противников нашего движения, легко вовлечь в ДВК. Легко. Еще вот наши друзья, приглашенные выступали сегодня, и каждый из них говорил, что действуйте, создавайте ячейки, и у вас все получится. Как он сказал, полтора-два процента достаточно для того, чтобы добиться смены режима, если эти люди будут активны. Я хочу, чтобы вы послушали всех наших выступающих, сделали сравнение с тем, что мы говорим, и сделали выводы. И вы убедитесь, что наши программы экономические, экономические, политические, наши видения настолько сильные. Вы послушайте, еще мы пригласим кого-то из армян, обязательно, и грузин. И вы поймете, что ни одна оппозиционная сила еще не была так подготовлена, профессионально, как наша команда в демократическом выборе Казахстана. Вы в этом убедитесь. Я сейчас просто хочу, чтобы вы послушали, сравнили, потом сформировали свои вопросы, и вы убедитесь, что сейчас нынешние программы, платформы ДВК просто не имеют аналога в мире по подготовке, по профессиональным аргументациям. Нет такого ни у кого. Вы увидите масштаб того, что мы делаем. И потом здесь по поводу партии. Третья партия какие-то задает очень странные вопросы. Опять послушайте выступление, послушайте наши программы. Когда движение «Демократический выбор Казахстана» придет в к власти временно, в течение полугода, я только вчера это озвучивал, мы объявим, чтобы все желающие создавали партии, все, кто хочет заниматься именно политикой. И партии может быть тысячу, десять тысяч, не имеет значения. Мы дадим возможность зарегистрировать партии людям, у которых даже в их партии состоит три человека. Затем они могут выходить к избирателям, рекламировать свою программу, набирать свою численность, побеждать и добиваться мест в парламенте. У нас не будет одна или две партии. У нас будет ровно столько, сколько захочет народ. Ребята, в общем, я сегодня эфир завершаю. Мы посвятим эту неделю выступлению гостей самых разных стран, разных политиков. Потом я буду выступать, резюмировать их выступление. Где-то соглашаться, где-то нет. Мы организуем дискуссии внутри. Я хочу, чтобы наш чат выполнял образовательную функцию. Когда вот сегодня кто-то написал, зачем нам нужен Семен, это человек даже не понимает, для чего чат создан. Мы создали для объединения наших граждан, мы создали, чтобы этот чат, чтобы здесь люди образовывались, учились. Учились опыту других стран. Неважно, они хорошие или плохие опыту. Если плохой опыт, мы будем знать, что так делать нельзя. Если хороший, мы воспользуемся их опытом и применим, и используем его. Мы должны видеть широко российский опыт, армянский, грузинский, украинский, сербский, самые разные примеры мира. И таким образом быть подготовленными и не совершать ошибок, идти наиболее оптимальным и сильным путем. Какие-то разговоры про базы, какие-то глупости, я, честно говоря, удивляюсь. Я уже, опять же, озвучил позицию ДВК. Мы будем работать только исходя из выгод Казахстана. Выгодны нашей стране, тогда мы действуем. Нет, мы не будем это поддерживать. В нашей стране не будет никаких военных баз, ни российских, ни американских. Мы организуем свои собственные вооруженные силы и сами будем управлять и контролировать нашу страну. До встречи в эфире завтра. Слава Волгдар. Завтра у нас будет новый гость Егор Соболев, депутат, народный депутат Украины.